Всем привет! Смотрите, как найти или восстановить утерянные файлы в результате использования сочетания клавиш Ctrl-Z в операционной системе Windows. Практически каждый пользователь компьютера хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда случайное нажатие сочетания клавиш приводит к непредсказуемым последствиям. Сочетание клавиш Ctrl-Z выполняет функцию отмены последнего действия. Эта функция работает в большинстве приложений и также в операционной системе Windows. С ее помощью вы сможете быстро исправить ошибку и вернуть систему или приложение к предыдущему состоянию. Это полезная функция, но иногда она может привести к нежелательным результатам, особенно если речь идет об удалении или перемещении файлов. В результате работы вы можете обнаружить пропажу важного файла. Что же делать в таком случае и можно ли вернуть утерянные файлы в результате применения данной комбинации клавиш? Далее в видео мы рассмотрим несколько способов, которые помогут вернуть важные файлы, утерянные в результате применения Ctrl-Z. Существуют различные сценарии потери файла в результате использования комбинации Ctrl-Z. Это может произойти при выполнении нескольких операций. Причина заключается в том, что отследить все свои действия и их порядок довольно сложно. В результате, когда вы пытаетесь отменить одно действие, но в итоге изменения выполняются в другом месте, который приводит к удалению файла. Также утеря файла может произойти при перемещении файлов, при использовании и вырезании вставки. В исходной папке файлы не отображаются и при использовании Ctrl-Z они могут быть удалены. Особенно это может произойти при перезаписи исходного диска в результате выполнения другого процесса. Еще одной из причин может быть прерывание соединения между компьютером и накопителем. Операция отмены последнего действия может быть прервана. В итоге файл может быть поврежден и недоступен на диске. Итак, первый способ отменить выполнение команды Ctrl-Z использовать команду повторного действия Ctrl-Y. Если ее нажать вовремя, это позволит отменить действие, выполненное с помощью команды Ctrl-Z. Для этого откройте папку, где был утерян файл и нажмите Ctrl-Y для повторения последнего отмененного действия. Этот метод подойдет только в том случае, если вы быстро заметили потерю файла и не успели выполнить другие действия, которые могли изменить состояние системы. Если файл был случайно удален, вернуть его можно, выполнив отмену удаления. Для этого откройте папку, где лежал удаленный файл и кликните правой кнопкой мыши по свободному месту. Выберите «Отменить удаление». Данный метод также сработает только тогда, если файл был удален недавно. Если предыдущий метод не помог, следующее, что можно сделать, это проверить корзину. В большинстве случаев при удалении файлов они помещаются в корзину. Ищем на рабочем столе корзину и открываем ее. Далее найдите удаленные файлы или папки, которые нужно восстановить. Кликните по ним правой кнопкой мыши «Восстановить». После файлы вернутся в исходное местоположение, в папку, из которой они были удалены. В некоторых случаях файлы могут быть перемещены в другую папку. В такой ситуации попробуйте выполнить поиск файлов в проводнике. Откройте проводник, перейдите на диск, где хранились файлы, которые нужно восстановить. В проводнике справа вверху вы должны видеть поле поиска. Введите название файла и нажмите Enter. Открыв дополнительные параметры, можно задать точный параметр для поиска. Это может быть полезно для сортировки файлов по дате, изменения или типу файла. Если вы не знаете, где искать нужные файлы, рекомендуется начать с общих папок, таких как загрузки, документы, изображения. Также можете проверить недавно открытые папки. Их можно найти на левой боковой панели, под закрепленными папками быстрого доступа. Следующий способ вернуть файлы, воспользовавшись утилитой История файлов. История файлов – это встроенная функция Windows, которая хранит предыдущие версии файлов. Если данная функция активна, с ее помощью вы сможете легко восстановить утерянные данные. Откройте панель управления. А затем запустите Историю файлов. Далее найдите папку или файл, который хотите восстановить. Выберите нужную версию файла и нажмите Восстановить. После он появится в исходной папке. Если предыдущие методы со встроенными инструментами не помогли, воспользуйтесь программой для восстановления данных Hetman Partition Recovery. Данная программа просканирует жесткий диск и отобразит его содержимое, включая ранее удаленные файлы. Программа поможет восстановить файлы в результате случайного удаления или форматирования диска. Утилита объединяет комплекс алгоритмов, восстанавливающих имя, атрибуты, содержимое файла и оригинальную структуру каталогов диска. Поддерживает все популярные файлы системы и типы накопителей. Загрузите, установите и запустите программу. Утилита отобразит все подключенные к ПК-диски. Выделите накопитель, с которого были удалены файлы. Кликните по разделу правой кнопкой мыши «Открыть». Далее укажите тип анализа, быстрое сканирование или полный анализ. Для начала рекомендуется запустить быстрое сканирование. Программа мгновенно просканирует диск и отобразит найденные файлы. Ранее удаленные имеют соответствующую отметку. Выделите все, что нужно вернуть. И нажмите «Восстановить». Далее укажите место, куда сохранить файлы. Диск, папку. И нажмите еще раз «Восстановить». В результате все файлы будут лежать по указанному ранее пути. Если в результате быстрого сканирования программа не нашла нужных файлов, запустите полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню программы, кликните по разделу правой кнопкой мыши «Проанализировать заново». Полный анализ. Укажите файлов в систему. Далее. Время поиска может занять некоторое время, в зависимости от объема накопителя. По завершению откройте папку, где хранились утерянные файлы. Выделите нужные и восстановите их. Также для удобства здесь реализирована функция поиска файлов. Здесь вы можете ввести имя или тип файла. Таким образом, облегчив поиск нужного. Итак, мы рассмотрели несколько методов, которые могут помочь восстановить файлы, утерянные в результате использования комбинации клавиш Ctrl-Z в Windows. Для начала рекомендуется использовать встроенные инструменты системы. Если они не помогли, восстановите файлы с помощью программы HeadOnPartitionRecovery. Также вы должны понимать, что резервное копирование важных файлов поможет избежать подобных ситуаций. А на этом все. Надеюсь данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok